очередной сегодняшний спич мой будет про электрику электрика на вторичке она очень интересна она отличается от первички тем что она уже была когда-то переделана а если она не была переделана и дом постройки 60 70 и 80 годов то там обыкновенные жидкие вот такого плана провода при том что у меня здесь а в гшки вот они идут с двойной изоляции а там это алюминиевые это медные алюминиевые без двойной изоляции с одинарной двужильный везде и фишка в том что почему такая была проводка в те года потому что самый большой потребитель электричества был утюг и электрообогреватель киловаттный такой из сетки рабицы типа того но грубо говоря там из просеченного листа это были самые два крупных потребителей электричество потребляли ну телевизор радио на стене висел эту телевизор работал там грубо говоря вечером то есть не было такого что 5 телевизоров не было никаких других микроволновок электричайников и чего-то еще такого так вот поэтому тогда и были такие тонкие провода и когда люди сейчас въезжают во вторичку и там жила бабушка 60-х годов и там осталась старая электрика то они могут не переживать у них все сгорит стоит им только включить компьютер стоит включить плазму какую-нибудь стоит включить электрочайник микроволновку у них пробки повышибает как они говорят ничего подобного пробки вышибает для того чтобы защитить проводку от перенагрева а если вы хотите чтобы у вас было хорошо надо делать вот такую вот нормальную электрику свою и это не то чтобы просто провода на это еще полностью розетки и вот даже смотрите здесь у меня на клеммниках все да это хорошо клеммник выдержит два с половиной ампера два с половиной ампера это просто посчитайте сколько в ваттах но если вы знаете закон ома так вот вот у меня новые провода нумовские здесь тройная изоляция это жесткий медный провод дорогущий он порядка 70 рублей стоит за метр дальше хорошие большие распаечные коробки там все точно так же на клеммниках но у меня их видите сколько несколько это на розетке это на розетке это на освещение отдельные и для каждого потребителя у меня идет своя отдельная розетка если бы был электрический чайник под него была бы розетка отдельно мясорубка отдельно кофемолка и так далее то есть розеток много не бывает пойдем дальше новый распределительный щиток то есть здесь у нас стоит новый двухтарифный счетчик который позволяет считать электричество ночное и дневное новые автоматы при том автоматы хитрые сделаны с допустим диф автоматом вводным я когда выхожу на кнопочку нажимаем не вся квартира обесточивается остается работа только вот эта группа холодильник и вот эта розетка для модема но тут раньше был телефон с автоответчиком то есть не только холодильник и автоответчик работает все вся остальная квартира полностью отключается и так далее свет отдельно компьютер отдельно кухня отдельно стиральный болер то есть чем больше групп тем лучше здесь все новые провода полностью и пойдемте дальше посмотрим как это у нас вывезено в щиток здесь все сила два с половиной квадрата даже свет два с половиной квадрата хотя достаточно и полтора здесь выведен новый кабель канала сюда в этот силовой щит подними повыше а здесь вот что здесь идут алюминиевые провода четыре квадрата на ввод то есть пошли то есть все что вы в принципе вот здесь на вертели накрутили приходит в обыкновенный старый щиток распределительный который стоит у вас там в коридоре в общем и там всего лишь алюминий четыре квадрата на всю вашу квартиру а вы хотите повесить еще кондиционер а вы хотите повесить еще электрический газовый вот этот шкаф да как он духовой шкаф то есть все вы это хотите повесить на четыре квадрата силовом щите желаю удачи если вы хотите чтобы у вас все электричество работало безотказно что все было хорошо чтобы у вас не выгорала техника из-за того что где-то у соседей сгорел провод фазы допустим да ну и бывает там фаза на фаза попадает выгорает стояк целую всех потребителей вам надо жить в новом жилье там отличные 6 квадратные провода идут на допустим наварочную панель вы просто посчитайте по закону ома сколько и как это получается в этой квартире хоть и новая проводка но из электрического оборудования самым мощным были ноутбуки никаких микроволновок никаких электрических чайников потому что один электрический чайник как-никак это целых 10 ампер ну автомат один самый простенький это 16 до 25 30 и так далее в общем что хочу сказать с электричеством во вторичке всегда будет полная ерунда покупайте первичку и не жалуйтесь на электричку все удачи стоп рекорде